Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас на кухне Метрополис нож, который прям мне не просто нравится, Архадыру все наши нравятся, ну почти все. Он мне прям нравится-нравится и в первую очередь за механику и плавничок флиппера. Вот совсем недавно у нас была кайзеровская новинка с таким же, мне очень нравится такой вот баттон флиппер, именно кнопочный. Триггер флиппера мне тоже нравится, но баттон флиппер это что-то, то есть чуть-чуть нажимаешь, раз, и ножик вылетает. Просто шикарно. Сразу же забегая вперед, отвечу на один вопрос, который тут как-то прозвучал в комментариях. Когда меня спросили, о, здорово, у нас сегодня курочка еще не разморозилась, поэтому мы будем резать практически совершенно мороженую курицу, даже не курицу, а такие ножки, мне их нужно отделить от, правильно, от косточек и покромсать сюда в мисочку. Когда меня спросили, зачем ты режешь на двух досках и прочее, я отвечу с удовольствием. На самом деле я не принадлежу к числу задротов, в которых примерно 25 досок, каждая под свой вид продуктов. То есть у меня много досок, но я не парюсь и режу абсолютно все на одной и той же доске. И когда прозвучали там как-то в мой адрес какие-то именно комментарии на тему того, что это там не гигиенично и так далее, я объясняю, что я совершенно нормально мою доску там после мяса и прочего. И главным моим аргументом было то, что бабушка моя так делала и делает. На одной и той же доске режет и мясо, и хлеб. И ничего, все выросли живые и здоровые. Так что все нормально. Но именно в тестовом формате я иногда режу мясо и после этого лук на одной доске, а все остальное потом на основной деревянной, чисто просто, чтобы сэкономить время. Потому что действительно, я считаю, что после мяса доску нужно мыть так основательно, во-первых. А после лука, если порезать лук на деревяшке, например, а потом на этой же деревяшке порезать сразу же сыр, мне-то пофигу. Но вот самая моя прекрасная, замечательная половинка говорит, что потом сыр пованивает луком. Поэтому все так произошло. Давайте дальше отвечать на вопросы в моем самом любимом формате. Реально, самый любимый формат кухонных тестов – это кухонные диалоги. Потому что реально какая-то иллюзия общения. Плюс получается сказать понемножку обо всем. И я так смотрю, что сейчас на данный момент это 52 вопроса у меня, 52 комментарии. Это значит, что 3-4 серии точно получится. Павел Крючков. Привет, Паш. Вечер добрый. По аналогии с мультфильмами, интересно об отношении к компьютерным играм вообще, к киберспорту в частности. Как ни крути, влияние они оказывают существенное. Сейчас они гораздо меньше уже влияния оказывают. На самом деле у меня знакомый, я совершенно случайно об этом узнал. То есть мы там общаемся по другим делам. Оказалось, что он в сборной Эстонии по киберфутболу. Я такой думаю, что за хрень, что за бред. Начал его спрашивать. Оказалось, там все по-взрослому. Там реально. И причем он мне рассказал, что... Ну, как сказать. Конечно, если, предположим, где-то там в настоящем футболе эстонские футболисты, я считаю, очень молодцы. Я за них всегда топлю. Потому что при наших возможностях финансовых и, скажем, территориально популяционных. Вот, назовем это так. Эстонский футбол на очень хорошем уровне. Действительно, я прям... У меня очень хороший товарищ. Вот-вот буквально он недавно перестал быть вратарем сборной Эстонии по футболу. И я надеюсь, что скоро снова станет им. Там были определенные моменты. И вот другой мой товарищ, он, как оказалось, играет в киберфутбол. И там все по-взрослому. Им выдают форму. Там какие-то деньги, причем нормальные такие призовые, крутятся. Разумеется, бэт-компании принимают ставки там на все, на это дело. И прочее, и прочее, и прочее. То есть, реально, как бы... Я думаю, вот... И ведь люди, взрослые абсолютно люди, всерьез... То есть, есть национальные сборные. Национальные сборные, как правило, или сборные клубные. Сборные клубов поддерживаются финансово самими клубами. Собственно говоря, по киберспорту. Ну, вот, по крайней мере, по футболу вот так вот обстоят дела. И национальные сборные, они также поддерживаются какими-то спонсорами. В общем, довольно интересно. Хотя вообще не мое. То есть, я ни одного матча не видел. Такого вот киберфутбольного. И, честно говоря, особо и желания нет. Но в любом случае, кто-то этим занимается. И, как оказалось, на этом даже зарабатываются деньги. И даже все это всерьез происходит. То есть, не для детей. Для взрослых. Реально. Что касаемо компьютерных игр. Я компьютерные игры... Я этим переболел. У меня был какой-то период. Потом это все немножко вспышками возобновлялось. Но немножко утихомирилось. То есть, сейчас тупо тотальная нехватка времени. Если бы у меня сейчас была возможность просто позволить себе потратить пару вечеров на компьютерную игру, то у меня вон Crysis 3 скачен уже сколько лет на компе. И я в него так и не сыграл ни разу. Просто потому что времени нет. Я бы с удовольствием, конечно, думаю, скорее всего, я выбрал бы именно какой-нибудь шутер. Типа Black Ops или тот же самый Crysis бы прошел. Или просто ни для кого, ни от кого не буду скрывать. Скорее всего, если бы у меня было бы пару-тройку вечеров, а желательно неделька свободных, чтобы можно было полениться, там, заварить себе кофейку или налить пивка, сесть рядом с компьютером, то, скорее всего, прозвучало бы Вижу вымпел, зарядить к ниппеле, есть капитан. Потому что, ну, еще, конечно, герои меча и магии. Весь прикол в том, что, понимаете, мы отличаемся от детей. И вообще сейчас немножко, на мой взгляд, пошла на спад компьютерная зависимость именно взрослых людей, игровая зависимость. Игровые какие-то вот эти все замороки пошли на спад по сравнению с предыдущими десятилетиями. Почему? Потому что успели поиграть. Я уверен, что подавляющее большинство из нас, из мужчин правильного возраста, ну, давайте так, навскидку. Я 76-го года выпуска. Ну, будем считать, что подавляющее большинство мужчин, начиная с 60-го года выпуска и до, предположим, плюс-минус 86-го года выпуска, они играли в компьютерные игры, и многие из нас играли всерьез в уже действительно зрелом возрасте. Почему? Все очень просто. Потому что у нас этого не было в детстве. Я могу сейчас сказать. Сейчас, если кто-то смотрит из молодых, ребята, это не потому, что тоталитарные какие-то цензоры не пускали к нам игры. Нет, в нашем детстве их просто не было. Физически нигде. Они не были еще придуманы. То есть, грубо говоря, когда стартовали вот эти вот самые первые игры, самая заморока, которая со мной случалась именно в школе, это «Принцов Персии». Руку поднимайте те, кто рубился в «Принцов Персии». Причем, это настолько дебильная игра, потому что нет сохранений, ты постоянно падаешь на какие-то вот эти вот шипы, погибаешь, и тебе приходится целый час тусовать снова. В конце концов, первые эти, как сказать, левелы, первые уровни «Принцов Персии», ты просто пробегаешь бегом. Я могу сказать, что я «Принцов Персии» не прошел ни разу. Конечно, после «Принцов Персии» были «Баттл Сити» танчики на приставках. Приставки – это вообще отдельная история. У меня приставки не было. То есть, я в приставку играл с соседом, когда я уже был, ну, у меня уже усы росли. И все остальное, как говорится, было... В общем, вот. И мы два здоровенных лба. У нас там были какие-то дела свои, там, 5-е, 10-е, там, девушки, дискотеки и прочее, прочее. И мы просто рубались. У нас какая-то жуткая музыка 90-х. Я люблю музыку 90-х, но тот альбом был жуткий. Она просто на двухкассетнике долбасила, не прекращая музон. И вот мы рубились в эти танчики. Братья Марио и прочее, прочее. Ну, не будем путать компьютерные игры и телевизионные игры. Так вот, все дело в том, что мне повезло. Почему? Потому что, конечно же, я энное количество ночей потратил на героев меча и магии. Диабло меня не зацепило особо сильно. Я, конечно же, прошел сталкера, безусловно. Кто из нас не проходил сталкера? Да по нескольку раз. Вот, я, конечно же, прошел тех же самых пиратов Карибского моря. Просто обожаю эту игрушку. Там, я действительно, реально прям обожаю эту игрушку. Вот это вот все возить, продавать. В свое время меня можно было ночью поднять и спросить цены на сахар, хлопок, рабов и какое-нибудь там черное дерево. И я запросто мог вам ответить все эти цены. Потому что я буквально весь вот этот Карибский бассейн, выдуманный, со всеми этими ценами, со всеми техническими данными галеонов, у меня буквально в голове сидели. Я эту игру проходил, я не знаю, ну много раз. Как проходил? Я доходил до уровня всемогущества. То есть у меня были там 2-3 мановара каких-то, суперскоростные навороченные фрегаты, куча народу. И я потом не понимал, что с этим делать. Все. Я как бы, я всем, буквально всем даю миды. Но при этом у меня, ну, то есть были какие-то штурмы городов и прочее, прочее. Но самое главное там именно процесс накопления, собственно говоря, богатств. Так вот, особо меня не зацепила Кантра. И в принципе, конечно, я очень рад. Причем я могу сказать абсолютно искренне вам это говорю. Что меня не зацепили такие монстры, как World of Tanks, например. Или какие-нибудь там, я знаю, что есть такая игра-линейка, в которой люди, они входят молодыми, выходят старыми. Я даже не знаю, что это такое. И это очень здорово. То есть мне фартануло реально в том, что в каком-то возрасте, там плюс-минус тридцатника, я немножко поигрался, погонял на Need for Speed. И мне этого хватило. И сейчас, безусловно, если меня поставить перед каким-нибудь симулятором, перед каким-нибудь шутером и прочее, прочее, я с огромным удовольствием погружусь в эту вот реальность и буду бегать. Я помню, у меня один момент был релаксант. Я ставил Doom, брал бензопилу и просто ходил и пилил монстров бензопилой. Ах, какой же он сучонок острый. Как же вкусно. Это прям чувствуется, насколько он острый. Молодец. Метрополис. Я думаю, что это, скорее всего, будет один из возможных кандидатов на клубник 2021. Потому что он прям действительно хорош. Он прям по-настоящему хорош. Это реально классный EDC-шник, на который совершенно не впадло поставить клубную эмблему. И получилось так, что как раз-таки за нулевые, за, будем считать, начало десятых, очень большое количество взрослых дядь наиграться успели, на тратиться и времени, и денег на какие-то... Помните, еще квесты были дебильные, этот про Штирлица. И тоже ведь играл. Зато какой классный квест Шизариум. Так, поднимайте руки, кто играл в Шизариум. Вообще великолепный. По тем временам просто я ночью сидел и просто бродил там. Вот. В общем, всякие разные там стратегии и прочее, и прочее. И именно получилось так, что те, кто это не застал в своем детстве, они успели все это отыграть, наиграть, наверстать в нулевые, в десятые. Сейчас большинство из нас все-таки подуспокоилось. Почему? Потому что мы поняли, что такое мир компьютерной игры. Мы оценили риски, оценили ущерб. Мы понимаем, сколько времени на это тратится. И, грубо говоря, сколько ты времени не проводишь за какими-то действительно нужными делами. Безусловно, я не против компьютерных игр, потому что это и релаксант, это и... Ну, иногда бывает. Это действительно расслабляет. Всего должно быть в меру. Но компьютерные игры, по сути, это совершенно неплохо. Абсолютно неплохо. То есть, у меня ни капли нет к ним критики какой-либо. Но именно по себе могу сказать, что если у меня когда-нибудь там под старость будет возможность тратить на это время, с удовольствием. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, все-таки нет. То есть, примерно вот так. Так, погнали дальше. То есть, грубо говоря, влияние они оказывают существенное, но, на мой взгляд, сейчас это влияние снизилось по сравнению с тем, что было, например, 10-15 лет назад. Дмитрий Романин. Привет, Дим. Добрый вечер. Добрый. Артур. Есть ожидание чего-то революционного? Есть ожидание чего-то революционного, нового в нашей общей болезни, нажимании? Революционного вряд ли, но новое появляется всегда. Новые концепции, принципиально новые формы. И почему? Материалы. Принципиально новые формы, как правило, сходят с дистанции, потому что вот то, что придумали примерно там тысячу лет назад, если не больше, больше, какой там тысячу, гораздо раньше. Вот со всего с этого безжалостное время оно соскоблило всё лишнее. Блин, что я делаю? Я не то делаю, мне нужно... Ох ты ж, заболтался. Безжалостное время соскоблило всё лишнее. То есть классические формы ножей, их несколько, не одна классическая форма, их несколько, под свои какие-то задачи, подо всё. То есть если мы говорим о фиксидах, то здесь вот тебе, пожалуйста, хочешь, ну начиная сверху там с севера, хочешь якуты, хочешь финки лаппи, хочешь... Мне очень нравится вот Виктору Миллеру отдельный респект и уважуха за то, что он для меня сформулировал правильное понимание. Он сказал классический русский треугольник. То есть это... Классический русский треугольник это по сути шрапнель ванн. То есть это нож, у которого форма клина, это именно классический треугольник, он очень сильно похож на кухонный нож, но при этом он именно походный. И колбаску порезать, и соседа зарезать. То есть вот таких ножей тоже много. Так или иначе, постоянно будут варьироваться какие-то тантоиды. Видишь, довольно потерял актуальность трейлинг-поинт. Трейлинг-поинт это когда вот загнутый вот этот вот кончик восточного такого ножа, восточного типа, когда у ножа загнут кончик по отношению к обуху. Его все реже и реже встретишь, то есть как-то вот он потихонечку выжимается. Но с другой стороны, в какой-то момент он запросто вернется. Что-то поменяется и прочее. Почему? Самый простой пример, это все вот эти вот шипфуты, которые и воронклифы. В какой-то момент они в принципе исчезли. И потом снова вернулись. Я очень надеюсь, что застану эру возрождения серрейторов. Что касаемо подшипников, то что касаемо ножей складных, тут все гораздо проще. Прогресс не останавливается, но в любом случае будет. Почему? Потому что инженерная мысль. Мы... Ну вот самый простой пример. Когда-то товарищ Сэл набрался смелости и выстрелил в клинке своего ножа первое отверстие. Для того, чтобы с помощью этого отверстия открывать нож. То есть сейчас это совершенно данность. Сейчас мы к этому привыкли. А это было всего, будем считать, 84-86, я не помню толком. Где-то 80-й. Короче говоря, меньше 30 лет прошло. Это очень мало. То есть для того времени это было реально революционно. Всякие системы запирания. Потому что лайнер-лок, фрейм-лок, какие-то триадлоки. Сейчас видите, Демко придумал Скорпион-лок. Из-за того, что у нас на рынке было, в последнее время именно вот появилось, меня очень впечатлил серкетичный дэдболт. Очень прикольный замок. Пока что его толком не раскрутили, но мне этот замок очень нравится. Реально. То есть в общем и целом, если не говорить просто о том, что человек садится перед листом бумаги, начинает рисовать, блин, не картофельную, а лепра какая-то, начинает рисовать, то он из своей головы нарисует тебе абсолютно новый нож, нафантазирует, этот нож пойдет в серию и буквально сразу же знатоки назовут тебе как минимум десяток ножей, с которых слизан этот нож. Несмотря на то, что человек сидит и по-честному рисует сам. То есть в этом плане сейчас именно дизайн сделать какой-то уникальный уже невозможно. Это как песня, ну как в музыке. Как говорится, всего семь нот. Как бы ты ни старался, все равно найдется что-то примерно похожее, придуманное за это время. А с ножами это еще сложнее, потому что ножи не музыка. Их много кто упускает. Особенно мне нравится, когда это прям забавит. Когда ты видишь, когда, например, где-то на выставке что-то где-то мелькнуло. Всякие разные товарищи из прикольных всяких итальянских, китайских, американских контор походили, повынюхивали, именно уловили, даже не... Ну, понимаете, когда в воздухе что-то такое витает, то есть это ни в коем случае не компиляция, ни в коем случае не передираловало. Все увидели вот какой-то вот... Прошли там мимо какого-нибудь стенда какой-нибудь компании. Фокс, например. Прошли и увидели какой-то нож. И такой сразу в голове заработал. Это прикольно, но я сделаю совершенно по-особенному. Думая об этом ноже, дизайнер думает из другой компании, я сделаю совершенно по-особенному, чтобы это было совершенно на это не похоже, но именно вот толчок дал вот этот вот нож. Проходит год, и несколько мировых ведущих брендов выпускают просто однояйцевые, абсолютно друг на друга похожие ножи. Они не подглядели друг у друга. Просто они, их мысли ходят одними и теми же тропинками. В этом плане это так и будет. Но новое всегда будет, новинки всегда будут. Потому что так или иначе... Ну конечно, сейчас вот у меня будет скоро обзор Беглейтера, он же Беглейтер. Честно говоря, я подэффективил, потому что кайзеровцы вообще не запарились и просто домен... Ну они, я не знаю, ну совсем чуть-чуть там изменили нож, поставили другое имя, вот вам, пожалуйста, новинка. То есть в этом плане иногда сами, сами свои же собственные мысли используют. Будет. Мне интересно самому... Во-первых, так или иначе будут дальше штурмоваться какие-то новые материалы. Представляешь, материал, например, будет рукояти керамика. Или там еще что-нибудь такое. То есть совершенно нестандартные какие-то решения будут использоваться. Это, во-первых, конечно же, стали. Сейчас, видишь, М390, на мой взгляд, это фаворит нынешнего рынка. Уже М398 уже входит. И сейчас буквально пока что ее пробуют какие-то компании. Через пару лет 2-3 серьезных ведущих конторы выпустят пару ножей из этой стали. Все, про 390-ю забудут. 398-я станет лидером. То есть я не говорю, что М-ка самая лучшая сталь. Нет, есть гораздо стали куда как там резучие и прочее, и прочее, и дороже, и так далее, и так далее. Я имею в виду, что М-ка это сейчас, по сути, для меня эталон стали премиум-класса. Потому что на жизнь ее стоит дорого, у нее отличнейшие рабочие качества, и она именно распространена. То есть есть стали, которые круче, чем М-ка, но они реально реже. Там свои сложности. Сложности с производством, сложности с обработкой, сложности еще с чем-то. То есть сейчас, по большому счету, М-ка это лидер. Лидер, как в свое время, я говорю, даже на моих глазах несколько лидеров сменилось, буквально вот так вот. Именно мода менялась на стали. Правда, умные компании, они гнут свою линию, и в этом плане молодцы. То есть те же самые Benchy с 30-кой, скажем, Spy с 30-кой, они делают какие-то там спринт-раны и прочее. Но по факту, они все равно, им по барабану на эту моду, они все равно делают то, что они всегда делают. Опять же, там, скорее всего, просто с поставками завязано. Стали до сих пор премиум-класса, но при этом это гораздо дешевле, чем заморачиваться с чем-то модным. Так. Принципиально новая форма это колодач. Ужас, ужас. Эрбек Тухватулин. Привет, Эрбек. Артур, будет ли еще на канале что-нибудь не обзорно-развлекательное, а исследовательно-познавательное, наподобие серии Serrator против Plane? Твои предложения. Давай, пиши в комментах. Я не знаю, как говорится, если мне что-нибудь станет интересно, я это обязательно сделаю. То есть, в этом плане, ты меня застал врасплох, потому что, понимаешь, тестировать, например, замки, устраивать соревнования между замками, это разговоры в пользу бедных. Это бред, на мой взгляд. Для того, чтобы что-нибудь сделать такое, эдакое, нестандартное, то я с удовольствием это сделаю. Нож все больше и больше мне нравится. Я в него просто влюбляюсь. Он просто отличнейший. Отличнейший. Так. А то, как некоторым может показаться, обзором хоть одним местом жуй и хочется свежего воздуха в виде экспериментов, изыскания и так далее. Эй, нет, тут я с тобой не согласен. Не надо жевать одним местом мои обзоры. Если что-то не нравится, устали, напрягает, надоело, слишком монотонно, слишком однотипно, как говорится, никто никого не заставляет, пистолет не наставляет. В этом плане я могу сказать, что, понимаете, я не буду сейчас кричать там, что канал Архадер номер один и пятая, десятая и так далее. У меня у самого, это не сама цель, но я понимаю, что так или иначе, индустрия дальше будет двигаться вперед, будут новые ножи, будут новинки. Новинки просто суперские. Сейчас вот на подходе реально новинки очень классные, итальянские, американские новинки будут и прочее, прочее. И, то есть, я делаю какие-то новые ножи, обзоры, я делаю какие-то новые российские ножи, обзоры, я делаю, ну и тесты, конечно же, я делаю обзоры на какие-то старые модели, которые действительно заслуживают того. И получается, что для меня лично, я говорю, я не ставлю цели, это просто хобби, это просто фан. Но мне это все реально интересно, я делаю то, что мне нравится. Если мои интересы совпадают с чьими-то еще, и это еще кому-то нравится, это очень здорово. Так вот, дело все в чем, что я хотел умно это сказать. Из умного у меня в голове то, что, понимаешь, в каком-то плане я не претендую на энциклопедичность. Но вот из тех ножей, которые мне самому интересны были бы, если бы я не был обзорщиком, а был бы нажиманом, я захожу на YouTube, набираю какую-нибудь модель, которая привлекла мое внимание, которую я... Дело даже не в том, что я рассматриваю ее к покупке, а мне это просто интересно. И редкий случай, когда на канале Архадыр не будет обзора или теста этой модели. Мне нравится, когда мне, например, пишут, сделай, пожалуйста, обзор, или сделай, пожалуйста, тест на вот такую-то, такую-то модель. А я пишу, так уже пару лет как? Есть. Просто заходишь на канал Архадыр, пользуешься строкой поиска, и будет тебе счастье. Все это, как говорится, есть. То есть в этом плане, я повторюсь, я на энциклопедичность не претендую, но факт в том, что это очень здорово. И то, что сейчас какие-то вот появилась катла, пожалуйста, сразу вам катла. То есть появились какие-то новинки от того же самого Фокса. Вот вам, пожалуйста, без проблем. Хотите, как говорится, там еще кого-то? Вот, и это здорово. То есть сочинять самому себе какой-то мозготрах в виде каких-то экспериментов только для того, чтобы как бы разнообразить. Лично для меня, опять же повторяюсь, я никого не заставляю. Но лично для меня, мой контент совершенно разнообразный. Почему? Ножи разные. Результаты разные. Я иду на уличный тест. Остренький. Ну, остренький прям. Прям остренький, приостренький, приостренький. А вы знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас младшего научного сотрудника немножко надурю. Я сейчас благодаря нашему метрополису нарежу помидорину так, что он ее в супе даже не разыщет. Я могу сказать, что вот как раз, вот видишь, вот лично для меня вот такая нарезка помидора, это что-то новое. То есть, совсем недавно, у меня, единственное, конечно, сейчас, у меня появился эталонный уличный тест. Реально он эталонный. Это сучок отцов. Я не знаю, я не могу себе представить, когда когда-нибудь какой-нибудь нож переплюнет именно этот тест. То есть, приблизиться можно, лучше сделать. Ну, посмотрим, время покажет. То есть, в этом плане очень много людей мне в свое время говорили, ты режешь одни и те же помидоры, ты режешь одну и ту же картошку, это полный бред, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Особо глупые люди говорили, я тебе твои помидоры любым металлическим предметом порежу с абсолютно с тем же самым успехом. Синеблузы, рейте, пожалуйста, с тем же самым успехом, пожалуйста, мне помидорку. Вот, чтобы вот так было. Любым металлическим предметом. То есть, эрбек, жду предложений по всяким разным исследовательско-познавательским, познавательным моментам. Можно, например, взять пример с вовухи и устроить там эти убойные тесты. То есть, просто взять десяток ножей и просто их сломать на камеру, чтобы посмотреть, а в какой момент кто из них сломается. Ну, пока что я вообще это не хочу делать, потому что я, честно говоря, ну, вообще никакого смысла не вижу в убийстве ножа. Потому что сломать можно физически даже лом. Тот самый металлический лом, его теоретически можно сломать. Было бы желание. Только зачем вот желание. Тут был один комментарий по поводу ножа Леший Тер от Златоуста Ир. На тему того, что это они хотели сказать такими спусками, такой толщиной и прочее, прочее. А они сделали шикарнейший туристический нож. Туристический. И в этом вся разница. Знаете, ребята, какая основная разница между туристом и бушкрафтером? Сейчас, подождите, я... Да, мне нужно протереть доску. Основная разница между туристом и бушкрафтером заключается в том, что турист... У него какая задача? Он идёт куда-то из точки А в точку Б. Едет, сплавляется по реке. Идёт пешком с рюкзаком. Вот. Он доходит. И там обустраивает свой быт. Пока он идёт, он любуется красотами. Когда он пришёл, качнётся купол неба, как отблеск от заката, тут тебе, пожалуйста, и закат, тут тебе и озеро, тут тебе и игры на гитаре, и общение со своими там друзьями и так далее, и так далее. В общем, всё это, безусловно, присутствует. Сейчас, подождите, я сделаю здесь кое-какие перестановочки. Налью в кастрюльку фильтрованной воды. Сегодня у меня такой холостяцкий супчик. Всегда, когда я его делаю, испытываю неловкость перед самим собой, потому что он, ну, какой-то совсем уж примитивный и вообще не по правилам. Я просто всё разом нарезаю, так как курица быстро у нас, так как курица у нас быстро варится, практически из того, что я сейчас нарезал, дольше всего будут вариться кубики картофеля. Приготовление этого супа, вот когда ты делаешь тест, сколько сейчас времени прошло? Полчаса. На самом деле, я нарезаю полностью вот все продукты на такой суп примерно за 5-7 минут. Также, если не торопиться, то именно за 7, то есть очень быстро. И готовится он буквально полчаса. То есть, вот, ну, когда надо, так, папа сделает суп, и вот таких холостяцких блюд у меня где-то с десяток в арсенале, которые делаются, ну, реально очень быстро. Потому что ты именно, ну, конечно, это халява, это никакая невысокая кухня. Ну, с другой стороны, иногда бывает, нужно просто сделать всё очень быстро. О чём мы говорили, ребята? А, так вот, турист. Турист, его задача, он именно передвигается в пространстве, любуясь, наслаждаясь. И нож, он, собственно говоря, достаёт, когда ему нужно что-то срезать, нарезать, обрезать. Я сейчас не говорю про охотников, которым нужно ещё и зарезать. Нет, мы говорим сейчас не об охотниках, мы говорим о туристах. То есть, турист, его главная именно цель передвигаться в пространстве, наслаждаться процессом. И при этом он достаёт нож, когда ему нужно что-то сделать, какую-то выполнить работу. Он достал буханку хлеба, отрезал ножом, нарезал её по количеству едоков, нож протёр, спрятал в ножны и так далее. Друг туриста – это топор. Реально. Это если действительно куда-то вот уходить и какими-то делами заниматься. Сейчас, видите, возможно, складная пила. По-разному бывает. Поэтому, если туриста мы берём такого вот не метра бородатого, как сейчас принято, а того ещё бородатого, с тех ещё времён, то, скорее всего, у него и нож-то был какой-нибудь по нашим меркам затрапезный. То есть, у него был ловкий топор, у него была голова на плечах и какой-то ножик, возможно, складной. Обычный советский нож, которым он, там может быть, многопредметник, которым он вскроет консервы, которым он порежет хлеб и прочее, прочее. Бушкрафтер идёт в лес для того, чтобы доставать нож, сука, из ножен как можно чаще и делать совершенно бесполезные действия. Почему? Потому что это его фэн-шуй, это его йога, он кайфует именно от самого процесса делания чего-то, ну, для чего-то. То есть, вот, ну, как бы, я уже говорил об этом не раз. Бушкрафтеры, это, это именно, это очень здорово, что есть такие люди, мне нравятся, но, как бы, мне нравится их подход. Я сам не такой, я отношусь к ним с уважением, я считаю, что это здорово, потому что это свой путь единения с природой. Но он очень сильно отличается от туристического пути единения с природой. И в чём это именно, вот, в том, что я сказал. Для туриста это главное дойти, обустроиться, идти дальше, и вот это вот всё. Для бушкрафтера, для него очень важно именно в каком-то месте кинуть жопу. И вот искусственно созданными какими-то первобытными способами, то есть, если, не дай бог, бушкрафтеру предложить спички или, тем более, зажигалку. Это же всё, он пронзит на месте взглядом. Это обязательно нужно. Достать вот эту вот деревянную кружку, ножом нарезать себе это, ножом нарезать себе то, ножом себе выкопать землянку, в ней жениться, вырастить детей. И всё это время строгать и строгать и строгать вот эти вот павлини и перья, которые нужны на растопку костра. В этом вся разница. То есть, для бушкрафтера, для него весь смысл заключается именно вот в этом вот мозготрахе. И это здорово. Это именно единение с природой через вот такие вот бесполезную, но приятную деятельность. Турист достаёт нож или топор, когда ему нужно что-то срубить или что-то нарезать. И дальше он просто укладывает и не, извиняюсь за выражение, не надрачивает эти предметы. То есть, в этом плане самое опасное это встретить туриста-бушкрафтера. Они и тех, и других задолбают просто. И в этом плане, конечно, мне Леший очень понравился, потому что это именно... Тоже пример приведу. Золотое сечение сделали шикарнейший туристический нож. Именно вот такой, олдскульный. Который, ну, не нужен для батонинга. А он нужен вот... Для того, чтобы ловко что-то порезать, нарезать в соответствующей ситуации. Ти-дин-ти-дин-ти-дин. Хей! Так, Дмитрий Хмелёв. Привет, Дима. Тренировка железа гири для мужика. Всё, всё, что ты сказал, это абсолютно правильно. Я с этим согласен. Тренировка железа гири для мужика. Сам предложил, сам и ответил. Здесь добавить нечего, по сути, потому что на самом деле тренироваться нужно в любом возрасте. Каждый тренируется. У каждого свои какие-то цели. Кто-то стыдится, кто-то хочет стать твёрдым характером. Кто-то хочет стать... То есть, стыдиться, я имею в виду, это когда там какой-то жирный пингвин глупо прячет тело сильное в утёсы. Это один вариант. Другой вариант. Кто-то хочет там понравиться девушкам. Кто-то хочет напугать мальчиков. Кто-то... Я лично хожу, например, занимаюсь спортом по двум причинам. И это реально, вот я это понял, это основные мои причины. Вот оно. Вот оно, понимаете? Первое. Я отдыхаю головой. Это очень сильно снимает стресс. Вообще, получается, что в моей жизни гораздо больше антистресса, чем стресса. И в этом плане я очень живу гармонично. Вот, смотрите. Вот как надо. Вот как надо. Я живу гармонично. Почему? Потому что у меня стресс снимают путешествия, у меня стресс снимают просто общение с семьёй, прогулки с семьёй. Даже элементарно какой-то... Ну, шоппинг нет. Всё-таки это так. Середина наполовину. В общем, с семьёй я стараюсь проводить времени как можно больше. И это для меня антистресс. Дальше. Спорт – это антистресс. Ножевая тематика – антистресс. Кухонные монологи – антистресс. Попить пиво – антистресс. Встретиться с друзьями – очень редкий, но всё-таки антистресс. То есть, в этом плане, если меня что-то заставляет стрессовать, то это слегка компенсируется всем остальным. Я не сразу к этому пришёл, но когда я к этому пришёл, тьфу-тьфу-тьфу, не хочу Бога гневить, но можно, наверное, сказать, что человек становится счастливым. Почему? Потому что у тебя всё зашибись. Даже если случаются какие-то неприятности, осознавая, насколько много вокруг твоей жизни приятностей, а ещё по нынешним временам сравнивая, в какие замесы другие достойные люди попадают. Ну, просто, ни в чём не виноваты. Жили себе, жили, бах, пожалуйста, бомбят. Ты начинаешь ценить то, что у тебя есть. Поэтому спорт, гири, безусловно, для мужика. У меня нет гирь, потому что они у нас как-то несерьёзно дорого стоят. Ну, реально, я как бы не готов отдавать за гири столько денег, сколько я трачу полгода на спортзал. Ну, я как бы не вижу вообще в этом смысла. Так, я первую половинку порезал тонко, чтобы моя жёнышка могла угоститься парой кусочков. А вторую половинку я режу потолще, потому что я всё-таки люблю, когда есть что пожевать, а не только так ощутить вкус на языке. В этом вся разница. Шикарно, шикарно работает нож. Вообще, просто супер. Так, давайте уже завязывать. Игорь Немков. Артур, грибов-то нашукал в отпуске? Нет ещё, не выбрался. Были свободные дни, но там реально были не просто дожди, а были прям ливни конкретные. Сейчас у нас получилось так, что у меня как бы начинается отпуск. И он совершенно такой бестолковый, почему-то, потому что съездить. У меня куда всё закрыто. У моей самой прекрасной половинки там кое-какие замуты на её работе. Вообще не факт, что она сейчас будет брать отпуск. То есть, у нас не получится какие-то совместные времяпрепровождения. Поэтому, как пойдёт. В любом случае, за грибами я выберусь. Даже если нихрена не найду, я буду просто наслаждаться вот этими вот всеми красками и звуками, запахами осени. Эх, повспоминаю, как в детстве. В детстве, блин, конечно, за грибами мы постоянно ездили. С дедом, с бабулей. Это наша тема была вообще. Очень-очень было здорово, конечно. Так, что? Давайте ставить на паузу. На грибах мы поставим на паузу. Следующий будет Серёга Анатольевич. Что я хочу сказать? Резюмирую. Нож охренительный. Вы знаете, с учётом того, что здесь, конечно же, 440-я на клинке, которой особо никого не удивишь, всё-таки стоит он каких-то, по-моему, ну, совершенно таких доступных денег, он реально в руку. Он реально прям вот, я сейчас кайфовал. Он и острый, и удобный, и всё как надо. Это действительно прям такая заявочка. Всё, ребят, спасибо за просмотр. Всего доброго, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok